Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость. Ну вот, гость, представляйтесь, раз такое дело. Здравствуйте, меня зовут Слава Юрченков. Я являюсь студентом университета штата Массачусетс в городе Амхерст. Уже год получаю магистрскую специальность, магистрскую степень, скажем так, в области обучения с использованием медиа и информационных технологий. Это типа педагог какой-то или чего? Где работают люди с такой специальностью? Это специальность... Ну, сейчас пошел такой тренд обучения сотрудников через e-learning, да, то есть через компьютеры, через онлайн-платформы. То есть не когда тренеры ездят из одной компании в другую, обучаясь сотрудников, а именно создаются медийные материалы. И онлайн-платформы устраняется через обучающие системы, дается ссылка сотруднику, он проходит тренинги и, соответственно, получает какие-то новые... Понял, понял. Ну, хорошо. Что было бы нормальной, адекватной работой у человека, который прошел обучение по такому делу? Ну, сейчас ситуация в следующем, то что в России, например, такая сфера начинает только развиваться, да, то есть она не в зачатках, но она еще не настолько обширная, как, например, в США. А в США какая была бы адекватная работа? В США адекватная работа? Ну, в компании Google, компания Microsoft, у них есть обучение своих же сотрудников, либо же обучение обычных пользователей, например, как использовать платформу G Suite, да, то есть как использовать Google, Gmail... Всякие ин-хаус-тренинги, я понял. Хорошо, хорошо. Вот. Так, подождите, вы сами-то откуда? Сам я из России, город Рязань. Ух, ты прям... Так, так, Рязань, подождите, Рязань. А лет вам сколько? Мне 25 лет, вот в этом году будет 26 уже. Так, так в Америке вы уже сколько учитесь тут? В Америке, ну вот, на данный момент это мой пошел уже второй год, а до поступления я три раза приезжал в США по программе Work and Travel. Работал тоже в Массачусетсе, и после третьей своей попытки работы мне менеджеры, с которыми я работал, сказали, почему бы ты не хотел бы обучаться в Соединенных Штатах Америки. Я сказал, да я хотел бы, но стоимость обучения не позволяет мне оплатить, да. Вот, соответственно, мне дали совет, а почему бы тебе не найти спонсорскую поддержку, которая готова была бы тебе оплатить на учебу. И я задумался, я приехал в Россию обратно. Закончил в России университет, и в тот момент уже начал рассматривать спонсорские организации, которые готовы помочь с оплатой обучения. То есть есть такие в России? Да, есть центры. То есть я что сделал? Я зашел на сайт посольства Соединенных Штатов Америки в Москве, и внимательно ознакомился с программами, которые предлагает само посольство, и наткнулся на финансирование от имена от Госдепартамента США. То есть когда помогают студентам поступать в американские университеты, помогают, то есть оплачивают тестирование TOEFL и другие тестирования. Плюс помогают, то есть если тестирование в каком-то другом городе, они оплачивают проезд. То есть сама программа финансирования делится на две части. Первая часть – это подготовка документов. Вторая часть – если ты поступил, финансируют, тебе дают стипендии на первые три месяца, тебе помогают с оплатой визы, авиабилетов. А за tuition-то само? А за tuition тебе нужно… То есть здесь такое условие, что ты находишь либо ассистеншип в университете, ну как бы это приоритет. Подработка такая. Ну ассистеншип сам по себе, то есть это либо teaching ассистеншип, либо research, то есть когда ты работаешь с профессором на университет, и тебе не нужно платить за учебу. Я просто почему начал? Ты сам же не все, кто нас слушают, знают, о чем речь. То есть это та или иная подработка в самом университете? Да, то есть это в самом университете. Как международный студент я имею полное право работать 20 часов. Моя специальность, то есть моя магистрская степень почему-то в моем университете, вот именно в моем департаменте не дают ассистеншипы магистрам, почему-то только PhD дают студентам. И у меня был такой длительный момент в течение 4-5 месяцев, когда я уже поступил в университет. Я поступил в 3 из 3, которые документы подавал, и сделал выбор на университет, что это в Массачусет. И вот долгое время мне не получалось финансирование получить. И я получил второе финансирование уже с российской стороны из программы, которая называется «Глобальное образование». И российское правительство полностью оплатило мне 2 года обучения. Так, подождите, подождите. Вы на визе J или на визе F? На визе F. То есть, то, что вам оплатило государство, это не значит, что у вас есть обязательство вернуться обратно и там 2 года отработать? У меня есть такое обязательство отработать 3 года по специальности. То есть, если сравнить программу в Казахстане, которая предусматривает отработку в течение 5 лет, по-моему, только на территории Казахстана, передвигаться нельзя, то российская программа предусматривает отработку на территории России, но при этом возможны командировки, то есть, возможны перетяжения, если сама компания предоставляет такое право. То есть, само правительство не против. То есть, у вас виза F, но к ней есть то, что называется «Home Residency Requirement». Ничего нет. А в чем состоит обязательство отработать 3 года? Перед кем вы его брали? То есть, вот это, значит, само обязательство состоит перед организацией Сколково, которая как раз таки финансирует обучение. Понял. Это не государство США, это не государство Российская Федерация, а это вот некая организация Сколково, которая дала вам деньги, и вот вы перед ней отвечаете. Да, но деньги, получается, это финансирование именно получает, ну, финансирование из бюджета Российской Федерации. То есть, само по себе, заказчик министерства образования, оператор программы школы Сколково, и мы являемся участниками вот этой программы. Хорошо. То есть, там идея следующая, вы отучились, вы вернулись в Россию, три года вы отработали. Дальше уже вы сами решаете после трех лет, что вы делаете со своей жизнью. То есть, ну, в основном, ребята, которые приезжают на учебу, да, на конкретную уже специальность, в принципе, уже есть какое-то представление, чего они хотят, ну, в большинстве случаев. Значит, давайте так. Я пытаюсь сообразить. То есть, вы каким-то образом приехали в США, учитесь в университете. Вы, это немножко, вот, те обстоятельства, которые сопровождают это все, там, Сколково финансирование, тут финансирование, там, от Госдепы там что-то перепало, тут что-то перепало. Вы это где-то изложили, я не знаю, в блоге, видео-блоге, ну, где-то, вот, допустим, люди, которые, вот я понимаю, что сейчас происходит, люди нас смотрят, так, и они говорят, минуточку-минуточку, а подробности, да? В нашем формате подробностей особо нет, есть так, как некоторая завязка, вот человек есть, а дальше возникнет там сто человек, которые захотят подробностей, может, вам писать начнут там, или, я думаю, что вас несложно найти, там, может быть, там где-нибудь в соцсетях, но все-таки есть какое-то место, где вы выложили что-то и подробно рассказываете? Есть два места. Первое место – это я завел год назад канал YouTube, и я начинаю создавать интерактивные презентации, используясь своей интерактивной презентации, где я пошагово объясняю, как поступить в университет, как сдать TOEFL, как получить визу, делаю некоторые влоги из своей жизни, то есть ребята, которые интересуются учебой, которым нужно получить какую-то мотивацию, могут посмотреть, как у меня это получилось. И второй источник – это паблик ВКонтакте, где я делюсь информацией, конкретно пишу статьи, рассказываю, как я учусь, и тоже перенаправляю на YouTube. Эти ссылки я могу обязательно дать вам, чтобы вы должны... Вы мне просто в скайпе сейчас спросите, где мы беседуем, я тогда просто под видео их положу, потому что мы стараемся, чтобы у нас все-таки видео были такие информационно-ценные. Теперь, если не секрет, значит, ваша как бы какая-то долгоиграющая цель есть, то есть я понимаю, что, допустим, неплохо поехать пару лет поучиться где-то, ну там, за границей, и язык на место там встанет, да, и там какие-то знакомые заведутся, ну вообще. Все-таки у вас есть какое-то более долгосрочное видение ваших отношений с Соединенными Штатами? Или это просто поехал, потом дальше поехал в Российскую Федерацию и стал самым главным по там медийности в образовании? Я понял вопрос. Есть представление, что хочется, безусловно, сначала выполню условия перед программой, да, но есть идея, что я буду сотрудничать с компаниями, с международными, которые как раз-таки тоже находятся в США. И фактически я буду выполнять заказы как Российской Федерации, также буду стараться отправляться в Соединенные Штаты, где я могу сотрудничать с другими организациями, занимающимися такой же деятельностью. И сейчас как студент, на что я обратил внимание, то, что именно в моей сфере очень много конференций, в сфере диджитал обучения, и я являюсь членом вот этих уже... Большая, очень большая тема. Вот это вот развивается очень сильно. Такой момент... Вот студенческая жизнь, давайте немножко. Вот вы как бы студент, типа аспирант такой, не поймешь чего, да? Значит, вот вам дают этот студент... Как там его? Ассистантшип. Какова вообще финансовая составляющая жизни вот такого студента, как вы? Вы живете в общежитии, там, допустим, три человека в комнате, или у вас какой-то таунхаус, и вы там один. И деньги, которые вам дают, их хватает только на то, чтобы, допустим, там с голоду коньки не отбросить, а вот, допустим, мороженое вы себе уже не позволите. Ну вот финансовая как бы часть какая-то. Вот пару слов. Да, сейчас, безусловно. Ну, когда я приехал только в США год назад, я начал с весеннего семестра, да, то есть немножко необычно. Я приехал в январе 2016 года, и сначала я жил в общежитии, которое находится на кампусе. Я прожил в этом общежитии, то есть общежитие только для грейдер-студентов, находится буквально в пяти минутах от всех зданий, где я обучаюсь. Плюсы то, что близко, минусы то, что очень дорого. Я уже буквально через два-три месяца начал искать варианты, как бы уйти офф-кампус. Ну, дорого это что? Дорого это пять тысяч долларов в семестр. За жизнь? Так подождите, а в общежитии это сколько у вас там в комнате? Ну, то есть в общежитии для грейдер-студентов это, получается, две комнаты, то есть в каждой комнате студент. У нас кухня и наша общая зона, и вот такие маленькие здания. Стойте, стойте. Значит, это, я понял, проживание, я понял. А питание тоже входит? Нет, питание, опять же, тоже отдельно, то есть нужно покупать meal plan, либо же, если не хотите покупать meal plan, вы можете ездить в магазин и закупаться. По чём meal plan? Мил планы для... Ну, то есть есть несколько планов, да, то есть есть там, например, зависит от того, как ты, ну, хочешь питаться. Если ты хочешь ходить три раза в день в столовую, то ты платишь в районе трёх тысяч долларов в семестр. Если ты грейдер-студент, и, например, тебе нужно, там, один-два раза сходить в столовую, да, там, с контейнером можно сходить, положить себе еды, то я вот, например, сейчас, так как работаю, мне с пейчейка списывают 230 долларов за 25 свайпов в месяц. То есть фактически я прихожу в столовую один раз в день, свайпаю карточкой, кушаю, беру контейнер с собой, если мне нужно второй раз покушать, кладу себе иду в контейнер, и уже либо я, там, после учёбы поел... Ну, 200 в месяц немного, а вот 6, аж тысячу в месяц, да, если там 6-5-6 тысяч в семестр, это что-то дорого очень. Поэтому я решил, что в марте 2016 года я просто взял, нашёл жильё уже off-campus, и я плачу в районе 500 долларов в месяц за жильё, то есть фактически я экономлю достаточно... А что за жильё? Жильё – это дом, в котором живут вместе со мной ещё 4 человека, и я живу только с американцами. Но у вас есть комната своя или как? Да, у каждого студента своя комната, мы живём с хозяйкой, хозяйка живёт внизу, мы живём вверху, у нас своя кухня, у нас свой зал, у каждого по комнате, и живём мы в тихом районе, который находится в 10-15 минутах на автобусе от кампуса. А, то есть надо автобусы, хорошо. Да, но автобус бесплатный. А что вам дают деньгами? То есть вот ваш ассистентшип, может быть, ещё что-то? Сколько получает человек в таком положении? Я сейчас работаю IT-ассистентом, то есть это не ассистентшип, а если бы у меня был бы ассистентшип, не было бы смысла использовать программу глобального образования, потому что в таком случае зачем мне деньги глобального образования? Глобальное образование покрывает обучение, я дополнительно зарабатываю как специалист в IT, то есть я работаю в IT-департаменте в своём университете, получаю у меня почасовая оплата грейди-студента, она больше, да, минимум 10 или 11 долларов, она в районе 25, то есть она тоже как у ассистента от любого грейди-студента в моём университете. То есть у вас 20 часов в неделю, значит вы можете там 500 долларов в неделю получать, пару тысяч в месяц, и то есть вам не только хватит там, но у вас ещё и останется. Ну да, то есть фактически, дело в том, что когда российское правительство выделяло деньги, оно выделяло в рублях, и мне нужно было их переводить в доллары, правильно? Ведь сейчас курс доллара был немного не в мою пользу, но особенно в прошлом году, и вот то, что моя подработка, она как раз-таки меня до конца покрывала с оплатой учёбы. Я фактически, почему я и делал такие вот сейвы в деньгах, почему я ушёл, например, с кампуса в офф-кампус, потому что мне нужно было деньги больше направить на учёбу, нежели просто их впустую куда-то ещё давать. Я понял. То есть вам дают деньги не в валюте той страны, где вы платите, а в рублях, и дальше может оказаться, что вам сильно не хватает. Ну, это опять же всё зависит, понимаете. Дело в том, что сам университет, когда даёт какой-то estimate по сумме, они всегда показывают большую сумму денег, чем ты в итоге потратишь. И университеты показывают, бывают, например, 50 тысяч долларов в год, то есть это самообучение с проживанием, то есть с питанием, какие-то ещё третьи расходы, а в итоге ты тратишь меньше денег, потому что, например, ты не живёшь на кампусе, ты живёшь off-campus, это уже дешевле. Ты, например, не питаешься в столовой, а ты покупаешь еду в магазине, опять же, ты какой-то делаешь сейф, ну и опять же, не позволишь себе шоколадку первые три месяца. Ну, ничего страшного. Ну, сейчас я думаю. Но моя подработка, она фактически меня покрыла, она мне помогла оплатить, например, своё летнее пребывание. Почём ваша... Один год учёбы сколько у вас стоит? В прошлый год мне дали бумагу, мне сказали, что я должен оплатить, то есть там с... Ну, то есть, вот estimate был 50 тысяч долларов. Неплохо. Смотрите как. То есть вашему спонсору ваше образование обойдётся в 100 тысяч долларов. Ну, можно сказать так, да. Ну, вышло оно... Сейчас, так как я перешёл в оф-кампус, да, так как я, то есть... И опять же, например, там, я взял какие-то определённые дисциплины, которые нужны, да, то есть здесь согласно рекомендациям своего удвайзера, и фактически выходит так, что, например, я даю там порядка 36-37 тысяч долларов за обучение, и дальше основной, вот остаток денег, который выделил на спонсор, как раз-таки идёт на покрытие моих просто на моей жизни, на плату жилья, плата-еды, там, какие-то там... духовка медицинская, вот. И плюс ещё дополнительный заработок идёт, чтобы на всякий случай, там, я не знаю, за телефон, там, тоже ещё дополнительная еда есть, нужно купить, то есть там, спортивный зал, то есть, день полностью расписан. Хорошо. Мне казалось сначала, то есть, вот на самом деле, когда я только получил это финансирование, когда я получил письмо, потому что я являюсь финалистом и я могу ехать в США, и когда я просто понял, что суммы не хватает, здесь самое главное не испугаться, потому что, насколько мне известно, бывали ребята, которые, то есть в США особо, ну, очень мало людей по программе это сейчас учится, в основном ребята поехали в европейские страны, в Австралию, а в США, так как вот такая вот ситуация с деньгами выходит, ну, люди просто отказываются от программы. Я не отказался, не испугался, то есть я подумал, что, ну, давай попробуем сейчас, что вы, да, то есть, подзаработаем на кампусе, и вот у меня получилось, то есть здесь главное руки не опускать. Ну, хорошо, значит, вот когда вы меня сконтактировали и говорите, давайте я вам расскажу там, вот что там у нас происходит, я подумал, может вы уже там где-то рассказываете, там какие-то люди уже вопросы задают, есть такое? Вы сказали, что у вас есть YouTube канал, что спрашивают в основном? В основном спрашивают, как я поступил в университет, либо как поступить в университет, как учиться бесплатно, потому что есть такой стереотип, да, что в Америке учиться бесплатно нельзя. Можно, можно, как же? Ну, очень много ребят спрашивают, как, как это происходит, как это делается, то есть, ребята хотят, но не знают, и задача моя сейчас многим ребятам помочь в плане, да, то есть понять вообще, что они хотят, какую цель от обучения, США не преследуют, потому что многие хотят приехать в США просто потому, что они хотят учиться, а просто учиться хотеть, да, этого мало здесь. Так, а чего надо еще? Ну, дело в том, что когда вы начинаете подавать заявку на поступление в университет, самое главное, это мотивационное письмо, в котором вы указываете вообще, как пришла в голову такая идея учиться в США, почему не в Германии, да, в Германии обучение бесплатное, почему у них там. То, что лучше университет для приемной комиссии, это не аргумент. То есть здесь нужно рассказать краткую историю, как вот вы пришли к тому, что вот вам нужна именно вот эта вот программа, что вы уже добились, вот почему вам нужно обучиться именно вот у этого там, например, адвайзера, чем он вам может помочь, почему именно эти конкретные дисциплины вам помогут, то есть сам студент должен провести небольшую домашнюю работу, собрать список университетов, посмотреть, какие предлагаются дисциплины, какие есть адвайзеры на программе, да, какие у них интересы. Ну да, все-таки, вы же уже с высшим образованием, вы не то, что там 17 лет, 18 лет, и вы понятия не имеете, в какую жизнь вы вступаете, получаете образование, потом выяснят, что нафиг не нужно. То есть они хотят понять, что вы не случайный человек, а вот таки, да, прикипели, так сказать, есть смысл заниматься. И как вот сделать так же, чтобы вот тоже учиться, как я в США, это вот первый вопрос. Второй вопрос, как я изучал английский язык, долго ли у меня этот процесс проходил, и как вот у меня получается, понимаю я лекции или не понимаю, да, там третий популярный вопрос, как я сдал тестирование TOEFL, и еще один популярный вопрос, расскажи про процесс получения визы, потому что достаточно, ну, мало отказов по F-визе, да, то есть нужно постараться, чтобы тебе в ней отказали, вот, но все равно бывает процент отказов. А вам пишут какие-нибудь тролли, всякие гадости, типа вы Родину предали, или там еще что-то, такое есть? Мне почему-то пока повезло. А, да, а сколько подписчиков, сколько? Подписчиков на канале сейчас 130, а на паблике у меня 495 человек, то есть, ну, я... Паблик, паблик, это где? Вконтакте. А, окей, окей. Вот, я сейчас просто стараюсь, почему, я стараюсь, чтобы подписчики были те ребята, да, то есть, которые действительно интересуются учебой, и действительно, например, нуждаются в какой-то помощи, мотивации, да, то есть, есть ребята, которые так хотят, но, например, не знают, с чего начать, и нужен тот человек, который вот даст толчок. хорошо, хорошо. Такой вопрос, скажите мне, пожалуйста, с точки зрения, вот какой, есть люди, которые говорят, вот я часто, у меня большая переписка, каждый день, не знаю, сотнями, многими десятками, и вот, есть такая тема, очень распространенная, человек говорит, я средних способностей, звезд неба не хватаю, и дальше начинается, почему он не может, вот это, вот это, вот это, вот это, и вот получить какую-то, ну, какую-то поддержку, да, финансовую, там, я не знаю, приехать в США, чтобы тебя приняли в университет, там, и так далее, человек должен быть хватающим, звезды с неба, или, скажем, просто нормальный, добротный, там, средний, средний человек, средних способностей, но, скажем, он упертый, да, он может этого добиться, вот, средние способности, плюс упертый, может? Я больше, чем уверен, что да, вот опять же, почему я так могу утверждать, потому что, почему приемная комиссия в любом университете не общается с каждым аппликантом, а именно читает мотивационные письма? Мотивационное письмо, это главный шанс любого аппликанта, упертого, не упертого, среднего, не среднего, да, рассказать свою историю и заинтриговать, почему вот он хочет учиться, да, почему его надо принять, чем он прославит университет, ну, получается, ну, не все же прославляют университет, правильно? Постойте, но ведь, вот вы учились там, где в Рязани учились, да? Да. В Рязани вы учились, у вас там были какие-то отметки, а на них смотрят, на эти отметки, если, допустим, человек в среднем учился в Рязани, а все равно хочет, и письмо написал бесподобное, вот, его эти средние отметки его убьют, или он должен быть, или ничего страшного? Ничего страшного, почему? Потому что полностью кейс аппликантов, то есть, рассматривается не просто оценка, да, или не просто мотивационное письмо, все рассматривается в общем, то есть, как ты сдал тестирование, как, что ты написал в мотивационном письме, безусловно, они посмотрят на твой уровень GPA, но я в этом очень сильно сомневаюсь, что оценки прям сильно повлияют. Средний балл, да. Средний балл, да, GPA это средний балл. Они смотрят на это все в целом, они могут написать адвайзеру, общался ли с адвайзером или не общался, показывал я свои интересы, не показывал, и дальше они уже делают вывод. То есть, не бывает такого, что, то есть, у всех есть равные шансы поступить в университет, поступить, да, никто не смотрит на финансирование, наличие или отсутствие денег у тебя в тот момент, когда ты только подал заявку. Это не играет роль. Стоп, 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 стоп. В тот момент, когда принимается решение о зачислении, подал заявку, бог с ним, когда принимается решение о зачислении, они смотрят, есть ли деньги, или они говорят, мы тебя сначала зачислим, а потом будем, вот как в Америке, как американский студент, мы тебя сначала берем, а потом смотрим, какие есть деньги, чтобы тебе помочь. Какая же система с иностранными студентами, то есть, они присылают письмо что мы приглашаем тебя обучаться в университет у тебя есть 30 дней чтобы зайти в внутреннюю систему дату студенческую и подтвердить либо отклонить наше предложение как только ты подтверждаешь свое свой оффер письмо что ты собираешься обучаться с тобой буквально прям через день два-три связывается международный офис университета где они скидывают инструкцию при каких условиях они отправят форму I-20 виза это разрешение на въезд в страну а I-20 это документ легального пребывания работы и обучения на территории сша и вот I-20 отправляется лишь только после того как потенциальный студент уже который зачислен он демонстрирует международному офису о том что на у него есть достаточное количество денег на первый год форма I-20 вам дается и вы с ней идете в посольство получать визу да то есть она присылается почтой они сначала как делают они как только они увидели что деньги на счету и все они пересчитали на свою валюту и все устроило они сначала отправляют электронную версию документа чтобы ты перепроверил все ли окей дальше они отправляют это дейчелом либо федексом буквально зам за два-три дня это доходит тебе на родину и ты записываешь собеседование в посольство в сша от твоего места жительства там либо в екатеринбург либо в москву либо в питер с формой с паспортом и с другими подтверждающими документами например там справки на всякий случай там результат тофил тестирования идешь посольство собеседование само на английском языке не более трех минут она проходит потому что много заявителей в принципе меня спрашивали простейшие вопросы что я буду изучать где буду учиться какие планы вот have fun все ну да они сначала спрашивают на русском языке а потом уже не видят что visa f они сразу же speak english и уже понеслась такой вопрос медицинская страховка я понимаю что вы студент и скорее всего вы покрыты страховкой от университета у вас есть медицинская страховка для международных студентов обязательно почему и кто платит платить ну опять же в моем как бы теоретически платит студентами правильно ведь вот моем случае покрывает мы страховку опять же мой грант мое финансирование и а стоит страховка в семестре полторы тысячи долларов слушайте это немало господи я я вспоминаю мою дочь когда училась беркли да ну это было конечно там 20 лет назад но страховка стоила там типа тридцатки в месяц иностранный да я забыл бы я во-первых они меня считают как out of state на программе да иностранный это особый случай хорошо значит еще один вопрос вы посылали в три места значит одно было в бостоне другие два где были другой университет был в сан-франциско государственный университет и третий я отправил в детройт а потому что там была программа на самом деле то есть я когда подавал уже заявку в детройт это вот ну фуфан то есть надо для забавы потому что не особо было желание обучаться в этом городе ну такой криминальный городок для то есть кто знает что то не он не весь криминальный там есть места хорошо размест fancy такой опрос значит правильно или я понимаю что вот когда вы рассылаетесь в разные университеты то шанс и человек есть люди которые мне уже так не так важно там какой но пусть хоть куда-то возьмут да вот пусть куда-то возьмут правильно ли я понимаю что вот здесь места которые может быть но и условно если так назвать их более такими захолустными как бы там попроще места где-нибудь глубинки там одно дело бостоно другое дело, там Индиана какая-нибудь, или там, я не знаю, там, чего еще бывает, такое, поглуши. Правильно ли это, что там, где поглуши, там проще, там охотнее берут, там меньше конкуренции, там и как-то вот, или не обязательно так? Я не думаю, что это так. В любом случае рассматривают всех на тех же общих основаниях. Опять же, нужно здесь понимать следующее правило. В какой университет ты поступаешь? Если поступаешь в частный университет, конкуренция будет, безусловно, выше, и рассматривать будет строже. Если ты поступаешь в государственный университет, у тебя в государственном университете больше шансов получить финансирование, помощь. Потому что в частном университете это оплата, и они могут дать финансирование полное покрытие, например, если ты там, ну, прям талантливый студент, и уже сделал там какие-то открытия, какие-то достижения у тебя, да. В государственном университете ты доказываешь, ты показываешь, что ты хочешь сделать, и если действительно это устраивает, например, совпадает с интересами адвайзера, то он предложит ассистеншип, да, финансирование. Вот. Я просто могу сказать, что в государственный университет больше шансов поступить, чем в частный. И еще один момент, на который хочу обратить внимание, что не нужно рассматривать университет по рейтингу. То есть, если обучаться в США, то только в Гарварде или в Стэнфорде. Нет. Здесь все зависит, здесь вот как раз-таки та самая домашняя работа. Нужно обучаться на программе, в которой ты видишь смысл, а не на программе, в которой нет смысла, но ты учишься в престижном университете. Нет, ну понты же, вы говорите, ребята, без понтов. Но это хорошее дело, так. Не, я все понимаю, но опять же, я могу сказать следующее. Я не учусь в Гарварде либо в Стэнфорде, не в частном университете. Я учусь в государственном известном университете, который входит в двадцатку в США. Это какой? И при этом... Как называется? Сам университет? Да. Университет Мессачусетс Эммерест. Эммерест. И он входит в двадцатку по рейтингу. То есть в США же нет никакого официального рейтинга. То есть уже там просто медийные источники проводят какие-то между собой рейтинги. Они как-то уже... По-моему, какой там... Сейчас, US News and World Report, по-моему, делает, да? Да, то есть нет такого понятия, как так, согласно официальному рейтингу, там, Гарвард самый лучший, я пойду учиться в Гарвард. Нет. То есть ты сам для себя... Вот для меня было важнее не в престижном, там, не в рейтинговом прям университете учиться. У меня был приоритет программа, которая соответствует моим ожиданиям. То есть что я хочу... Вот я посмотрел, какие дисциплины. То есть я сказал, я хочу научиться вот этому. То-то, то-то, то-то. Для этого мне нужны вот такие-то дисциплины. Да, университет некоторые дисциплины не предлагает, но я могу взять independent study. Это называется независимое самостоятельное обучение. Засчитывается как три кредита у тебя, идут в твой транскрипт. Если ты все сделал по плану, предоставил адвайзеру свою работу, объяснил, что ты сделал, все одобряют, если все опровнято, то они тебе ставят A, и идет оценка, как бы засчитывается тебе кредит. Хорошо. Вячеслав, такой вопрос. Вы как бы открыты к тому, что вот вам вопросы задают, чтобы на них отвечать? Или вы говорите, ребята, и вас слишком много, я, ну правда, я не могу, я вот там, если каких-то вопросов много, я просто делаю там видео, и вот. То есть вам можно написать так, чтобы вы ответили? Да, естественно, мне можно написать. Я для чего делаю некоторые видео? Для того, чтобы как раз таки сузить, да? То есть есть вопросы, у каждого человека своя история, свой кейс. И бывает так, что, например, когда возьмем 600 человек, да, вот если будет 500 человек задавать вопрос, Слава, как получить визу, ну, есть смысл не каждому рассказать, как получить визу, а сказать, ребята, вот тут же есть такой интерактив, вот, вся база вот рассказана. Но если, например, есть визовый вопрос, там вот у меня вот такая-то история, например, да, и вот если совпадает с моей, например, я могу помочь, там, да, проконсультировать, например. Но когда задают вопрос, Слава, как поступить в университет, ну, довольно-таки тоже странный вопрос. Как вы считаете, имеет ли мне смысл учиться в Америке? Да. Ну, я понял. Хорошо. Или помогите выбрать образовательную программу. Ну, я же не решаю судьбу людей. Вы не знаете, сколько я получаю писем, где люди присылают программы, там, какие-то нескольких факультетов или каких-то курсов. Или что я говорю, вот сравните вот три эти программы и скажите, какую мне лучше, если я хочу вот то-то. А я-то понимаю, что что они там напишут, никакого значения же не имеет. Существенно, как они преподают, что там за люди, есть ли у них какая-то база техническая, чтобы ребят послать ребят на практику, в компанию хорошую. Ну, понимаете, вот это же важно. Поэтому вот они шлют эти программы, как будто все программы одинаковые, ну, в смысле, все учебные заведения одинаковые, вся профессора одинаковая, все люди, которые учатся во всех университетах одинаковые и так далее. В этом как раз есть отличие, да, американского образования, то, что программы постоянно разные, называются по-разному. И здесь вот как раз-таки нужно самому аппликанту, да, будущему студенту самому решить, что он хочет, зачем ему надо. А вот такой вопрос. Давайте напоследок, мы уже с вами там 35 минут, я боюсь, что мы там всех утомим. Но, значит, вы учились только в Рязани или в Москве тоже учились потом? Я закончил университет в Рязани, пока поступал в американский университет, еще успел год поработать. И потом, когда получил полностью финансирование, уже просто переехал. Хорошо. Если сравнить даже не то, как преподавание происходит, а сравнить, допустим, качество человеческого материала, студенческого материала, допустим, вот там, где вы учились в Рязани и там, где вы учитесь вот в этом университете, и не в смысле того, что они там, скажем, умнее, развитее, а в смысле отношения к делу, например, мотивации, способности и желания, допустим, там, сутками напролет, там, чем-то заниматься таким и так далее. Вот как-то вот они сильно отличаются или это, в общем-то, примерно то же самое? Мы про преподаватели или про студентов? Студенты. Студенты. Я вот сейчас приведу один простой пример. У нас библиотека работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот сейчас? Да, вот сейчас библиотека работает. И сидят ребята там? Я бывает ухожу в 4 утра, и ребята сидят, учатся. Слушайте, я уже тогда заодно спрошу, а нет ли у вас там рядом бассейна, которые круглосуточно? Вот там придешь 3 часа ночи, а там водное поло парни играют, нет? У нас есть, называется Recreation Center, это большущий спортивный комплекс, состоит из 4 зданий. И 2 бассейна, большой зал. Бассейны в основном работают с утра, а спортивный комплекс, где можно заниматься спортом, бегать по дорожкам, тягать грузы, с 6 утра до 12 ночи. В любое время. С 6 до 12, а бассейны? А бассейны? Ну, в основном они работают, вот я хожу в бассейн, в 7 утра они до 11, до 12 дня не работают. То есть, вот сейчас у меня все классы в 4 дня, я работаю, то есть, я как, я просыпаюсь в 7 утра, к 8 я еду уже плавать, либо заниматься спортом, потом у меня немного учебы самостоятельные, потом я поел, потом я на работу. После работы у меня лекции 2,5 часа, после лекции в библиотеку перехожу, учусь до 9, до 10, до 11 вечера, потом уже обратно домой, там доучиваюсь и уже спать, все. То есть, вот фактически нет времени там, допустим, девушку там развлекать как-то или там что-то? Суббота, воскресенье для того есть. А, окей. Ну, а девчонки там есть вообще вот как-то, или так уж прямо монашеская жизнь какая-то? Нет, девчонки есть, конечно, безусловно. Кампус, в котором я обучаюсь, вот город, да, в котором я живу, он фактически состоит из студентов. 30 тысяч студентов обучаются в моем университете. Ничего себе, это как Бёркли. Да, то есть, это, то есть, вот сам город и половина города – это кампус. Слушайте, 30 тысяч студентов – это очень много. Это очень много. В стране вообще не так много университетов такого размера. Ну, вот вообще сам по себе, вот чем мне нравится университет, да, в котором я обучаюсь, это, то есть, вот сам университет, и у него есть система Five Colleges, то есть, как бы, разные колледжи, которые находятся вокруг него, они тоже вкликнуты в эту систему ЕМСа, нужна книжка из другого города привезут, нужна книжка из другой страны, прилетит тебе эта книжка, и нужен тебе класс, которого нет, это у ЕМСа, но нужно тебе его взять в другом колледже, если он связь с ЕМСа, ты можешь поехать в этот колледж и взять этот класс. То есть, вот, это очень удобно, то, что ты не ограничиваешься базой университета, что это Массачусет. Слушайте, а вот сейчас, все, последний вопрос, значит, вот говорят сейчас, что вообще, очень пишут много, что система высшего образования, ну, вы, как бы, уже, там, пост-кратжи, да, но все-таки, вот, система высшего образования – это натуральное кидалово, что набирают молодняк, молодняк не понимает, что делает и зачем. Они им обещают, что будешь хорошо учиться, все у тебя в жизни будет хорошо. Изучают никому не нужные дисциплины, изучают никому не нужные профессии. К моменту окончания университета, все, что они учили, уже устарело, и уже не так они закончили, а когда они еще начали учиться, это все уже устарело. И вот, как бы, выходят люди из университетов, никому не нужны. Вот, ну, если только это там, я не знаю, не компьютер сайенс, там, электрикал инженеринг, то вроде как они вообще не поймешь чего. Вот изнутри на кэмпусе, вот как это все воспринимается? Насколько это близко к действительности? Ну, разница, например, вот я сейчас скажу немножко про свое направление. Нет такого, вот чем отличается образование России от американского? В России ты поступил на специальность, там, не знаю, там, физик. У тебя будут дисциплины, тебе, то есть тебе уже сказали, у тебя будут вот такие дисциплины всегда. Американское образование, в моем случае, например, я выбираю дисциплины, которые мне нужны. То есть, у меня есть какие-то дисциплины, которые обязательно я должен взять, и есть порядка 10-15 дисциплин дополнительных, которые я должен пройти. Я сам говорю, я, например, хочу вот эту дисциплину, я хочу вот эту дисциплину. Фактически, ты сам себе выстраиваешь образовательную программу, и ты себе выстраиваешь проход в карьерное развитие. Ты сам говоришь, так, вот я прошел столько этой дисциплины, мне нужна стажировка. Я могу взять CPT. То есть, например, я вижу, что мне нужно получить какие-то дополнительные знания в компании по такому-то программному обеспечению. В университете такого программного обеспечения нет. Я беру independent study, стараюсь устроиться в компанию off-campus, мне одобряют CPT, и я еду, например, летом работаю в этой компании. Возвращаясь обратно, мне работатель сделал отзыв, что я научился делать то-то, то-то, то-то. Мне ставят кредит за то, что я самостоятельно изучил какое-то программное обеспечение у работателя. Работатель тоже имеет какую-то идею, например, потом впоследствии, если я к нему обращусь на работу, он может или не может меня взять. Я не заметил на кампусе у каких-то студентов переживания того, что они не найдут работу. Они сами творцы своего счастья. Вы уже постарше, ребята, вы все-таки уже 24, 25, 26, это не 17, не 18, конечно, вы уже взрослые мужики фактически такие. То есть вы должны уже соображать, это правда вам пора. Ну что же, ладно, я думаю, что... Вячеслав, давайте я вас от имени тех, кто нас смотрит, поблагодарю. Если кто-то, знаете, как бы от жизни человека... Вот жил человек какую-то жизнь, вдруг что-то изменилось. Вот я часто вижу, нам почти каждый день, кто-то говорит, вы знаете, ваш канал изменил нашу жизнь. Если в силу того, что мы с вами побеседуем, и у кого-то что-то зажжется, переключится, не хочется английский слов употреблять, значит, вот, как-то кликнет, вот, значит, да, то я, например, буду очень рад. Я скажу себе, эх, хорошо, вот еще одно видео, которое там изменило жизнь людей. Вот, спасибо вам, что вы с нами, там у вас уже заполночь, вот, я понимаю. Ну, а я только с работы прибежал, в общем. Ой, хорошо, ладно, знаете чего? У меня к вам еще просьба будет. Под каждым видео люди комментарии пишут, поэтому вы тогда уже отвечайте, ладно, чтобы там они... Как связаться там, ну, свяжитесь уже, там отвечайте. Хорошо. Вот, если вы, допустим, этот сюжетик у себя, там, на канале повесите, тоже неплохо, потому что, может быть, я не знаю, может быть, я что-то такое спрашиваю, что тоже кто-то спрашивает. Конечно, я обязательно сделаю такой шеринг, да, чтобы на канале тоже было видео, и, конечно же, укажем ссылки, где меня можно будет на канале найти тоже. Я читаю все комментарии и даю ответы. Хорошо, ладно, спасибо, и давайте у нас такая традиция, так вот мы говорим пока, и так вот рукой машем, говорим пока. Пока-пока.